Приветствую всех любителей шахмат! Сегодня у нас заглавная партия достаточно. Белыми играл Маршал, Чёрный Рогозин, Нью-Йорк, 1940 год. Всех нас учат, друзья, развивать фигуры. То есть сначала двигаем пешки, потом в бой идут кони, потом слоны. Но в этой партии уже интересно в дебюте Б4. То есть пешку толкаем, жертвуем. Перед нами сицилианский гамбит А3. Коль идёт на поле С6, взятие на Б4. Ну и чем, друзья, интересна эта партия, раскрою секрет. Первых 14 ходов белый сделает только пешками. Напали на коня. С3 снова нападение. Коль И6, Е5. Атакуем и второго коня. Начинаем гонять по всему полю вражескую конницу. Конь Д5. С4. Снова лошадь под ударом. Коль И4, Ж3, напали. Ф4. Грозит уже ход Ф5. С поимкой одного из скакунов. Ну и, видимо, стоило сыграть либо конь С7, либо конь Д4. Да, у чёрных, несмотря на то, что белые сделали очень много ходов пешками, тем не менее, у чёрных проигранная позиция. Потому что у белых много пространства. Фигуры у них хоть и стоят по первому ряду, они могут быстро входить в бой. А чёрным, в принципе, нечем играть. Конь И4. Пытается соперник наказать маршала за такое интересное трактование дебютной стадии игры. Жертвует фигуру. Но после хода Конь И4 добавить-то нечем. Вроде бы, да, можно белому королю подобраться. Но чем? То есть, надо ещё как минимум сыграть Е6, потом только Ферзь Х4. А это два хода. Д4. Снова ходь под ударом. Конь Ж6. Х4. Не останавливается. Маршал, видимо, ему понравилась текущая часть партии. И он продолжает дальше двигать пешки. Тринадцатый ход. Четырнадцатый Х4. И только здесь на шах Маршал первый раз берётся за фигуру. Размен. Конь Е7. Конь Е4. Конь Ф5. А6. Мощный ход. Прорезая позицию чёрных. Хочет отвоевать себе поле Ф6 либо поле Д6. Ну, то есть, в случае взятия Конь А6. Тут выбор либо побить, либо сразу Конь Д6 сыграть. Допустим, на взятие просто дали шах Король Е7. Ферзь идёт на поле Ф3. Ну, и желание сдаться всё сильнее и сильнее. Потому что здесь нет, видимо, спасения. На Ф5 можно даже, видимо, на проходе такой вот хитрый ход взять. Теперь в случае взятия, конечно, Ферзь Ф4. И мат со взятием пешки на Е5. Вот так вот именно могло закончиться. Поэтому соперник на ход А6 реагирует ходом Ж6. Но и тут ему не легче. Конь Ф6 шах. Конь Ф3. В наглую Конь Ж5. Размен Ферзей не сулит черным легкой жизни. Дело в том, что Ферзевый фланг так и не вошел в игру. Ладья А3. Б6. Слом Б7 нападе на ладью. Ладья Б8. Тут маршал дал небольшую слабину. Он забрал на А7. Конем эту пешку. Видимо, лучше было сразу Ладья Д3. И тут матовые комбинации. Хотим забраться на седьмой ряд, потом забрать на Ф7 шах и мат. Если черные захотят уничтожить пешку Аш, прикрывая поле Ф7, то просто Конь Х7, поле Ф8 отняли. Теперь вторжение. Это уже мат просто. А на Ладья Б7, конечно, просто слом Б7. Попытаться откупиться качеством не получается. Ладья Д8 и нужно, чтобы прикрыть поле Е8, отдавать весь материал. Позиция Убедов просто выиграна. Ну, в партии Конь Х7 тоже, в принципе, вполне достаточно. Соперник сдался, видимо, так не найдя возможности сопротивляться. Действительно, слона нельзя поставить. Просто мат в один ход. То есть, мы, в принципе, не даем черных развивать до конца фигуры. А ход Ладья Д8 не сулит ничего хорошего. Размен размен видимо. Можно и Ладья Д3 дать шаг, можно Конь Ж5. То есть, Гроссмейстер Сток и Штмарк 9 ходов после Ладья Д3, а по-человечески хочется пойти Конь Ж5 и заставить за пешку Аш отдать чьи коня. Вот такая друзья партия. Пишите, случалось ли вам ходить только пешками и сколько раз в дебюте. Всем спасибо за ваше внимание. понравилось подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Всем добра и хорошего настроения.